Правильный ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, это теперь есть. Межпланетные космические аппараты, которые летают вокруг Марса, их отправили на карантин. Найти микробы еще не значит, что найти инопланетяну. Когда мы найдем марсиан, инцеладеан, следующее, что придется ученым доказывать, что они местные, а не то, что они прилетели с Земли. Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы «Час спик» Виталий Егоров, блогер, журналист, писатель и популяризатор космонавтики. Здравствуйте, Виталий, рад вас видеть. Современный писатель Михаил Елизаров как-то сказал, что космос был советской религией. Разумеется, космонавты были, конечно же, богами или ангелами. Во-первых, согласны ли вы с этой фразой? И как вы считаете, сейчас космос уже перестал носить такую, так сказать, функцию в себе? И что изменилось? Скорее, космос был частью советской религии, потому что стремление в коммунизм, она во многом по моральным представлениям близка к стремлению в Новый Иерусалим или в рай и все такое. То есть представление о некой будущей светлой жизни в ином мире. То есть, в общем-то, в самом учении о коммунизме есть доля религиозности. И космос в этом лишь поддерживал, был частью этого учения. И идеологически, да, конечно, именно идеологическая роль была одна из важных в космосе. Вот военная и идеологическая – это две очень важные роли, которые, в общем-то, и способствовали развитию советской космонавтики. В 60-е, ну, только ленивый, наверное, не грезил, да, о том, что там через какое-то обозримое, в каком-то, вернее, обозримом будущем мы там будем жить на Луне, я не знаю, колонизация космоса и так далее. В общем, далеко такие идущие планы. Почему ничего из этого не получилось и не сбылось? Тогда, когда строились все эти экстраполяции, ну, там действительно это можно было ожидать. Потому что там 57-й год, первый спутник, 61-й уже первый человек, 69-й первый человек на Луне. И казалось, что если дальше будет так же по экспоненте, то вот мы действительно там к 2001 году, как в известном фильме, там и будем в командировку на Луну летать и экспедиции до Юпитера запускать. Оказалось немного не так, просто потому что человек вышел в новую среду, он не знал, что он там найдет, что он там получит. Были определенные ожидания, и за счет вот этих ожиданий и идеологии, которая была во многом вокруг книг, она и поддерживалась. Это было и у нас, это было и в Америке, вот эта гонка была. Это же во многом идеологическая гонка была, гонка идеологий земных, которая выражалась просто там в демонстрации своих возможностей, что вот мы живем вот так, и благодаря этому мы можем летать в космос. А мы живем вот так, мы запустим своего Армстронга на Луну. И пока все это было, то есть реальных потребностей, нереальные потребности вели человека в космос. Это были какие-то, ну, в общем, потребность политического превосходства, она, в общем-то, вполне реальная, но она реальная для Земли. И когда потребность в этом иссякла или приоритеты сместились, то и вот эти колоссальные финансирования этих направлений, оно снизилось, и остались уже такие больше реально прикладные вещи, то есть там околоземные спутники, наука осталась. Конечно же, исследования, луноходы, марсоходы продолжали летать в том или ином виде, продолжают сейчас летать. И это фундаментальная наука, это исследование, которое не предполагает какого-то прямой отдачи на сегодня. То есть мы летаем на Луну не для того, чтобы добыть там какой-нибудь лунный камень, чтобы он нас обогатил на Земле. Это скорее вот такие, то же самое идеалистичные представления о том, что мы должны изучать космос. И каждая страна самостоятельно уже решает, расставляет приоритеты, сколько она готова посвятить средств, выделить средств на эту деятельность, и этим занимается уже там исходя из каких-то внутренних интересов. Например, нынешняя программа, лунная программа США, Артемида, она привязана к 2024 году. Почему? Потому что 2024 год это последний год предполагаемого второго срока нынешнего президента. То есть, по сути, когда он говорит, что американец будет в 2024 году снова на Луне, это его просто предвыборная программа на следующий срок, когда у него там перевыборы, через год-два. Хотите, чтобы американец был на Луне? Да, это политика, идеология, и он решает свою очень сугубо земную проблему вот таким способом через освоение космоса. То есть мы на сегодня освоили космос, можно говорить, ну, если понимать под освоением, или как освоение целины, какое-то неизвестное, неосвоенное пространство, куда мы не просто приходим или запускаем там исследовательский луноход, марсоход, а куда мы приходим и начинаем использовать это пространство в своих интересах. Но этот освоенный космос заканчивается геостационарной орбитой. Это орбита вокруг Земли на расстоянии 36 тысяч километров, где находится огромное количество телекоммуникационных спутников. В общем, телевизионные спутники, то же самое там телевидение, передача данных и спутников интернет в том числе. Это работает на Землю, люди извлекают из этого пользу, так или иначе, и это освоенный космос. ГЛОНАСС, GPS, это уже ближе к Земле, тоже часть этого освоенного космоса. Дальше, в общем-то, все посложнее и по-прежнему в наибольшей степени и Луна, и Марс, это такие вещи нематериального плана. То есть мы имеем некие нематериальные интересы запускать эти марсоходы или там готовить к полету пилотируемую экспедицию к Луне или там дальше, исходя вот из каких-то сегодняшних представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо. В вашем интервью «Радио говорит Москва» вы говорили, например, о русском миллиардере, я, к сожалению, не помню ему фамилии, который выделил 100 миллионов долларов на... Мильнер. Мильнер, да. Мильнер, Юрий Мильнер. Мильнер, кажется, на телескопы, на поиски внеземной жизни, да, внеземного разума. Это какое-то частное вмешательство, да, уже? Насколько сейчас частный бизнес, будем так говорить, заинтересован в освоении космоса? И что он там хочет получить? В данном случае это решение, вот именно поиск внеземного разума, это не бизнес, конечно же, это не инвестиция, это меценатство, это спонсорство. Поставить имя в истории свое? Ну, в общем, думаю, пусть даже так. Как им это... ну, то есть он сам решил из каких-то, опять-таки, моральных соображений потратить на это деньги, выделить на это средства, явно не предполагая отдачи, явно он не надеется продавать, а он получил там свои капиталы за счет деятельности в IT, то есть вряд ли он мечтает, что они там подпишутся на его приложение онлайн. Скорее всего, там это другие представления. А так, да, на сегодня, в общем-то, поле частной деятельности в космосе есть, оно расширяется, например, есть такие оценки, объем мирового космического рынка, то есть вот там годовой оборот средств в этой области порядка 400 миллиардов долларов. При этом государственные бюджеты, если мы суммарно по всему миру возьмем, они около 80 миллиардов долларов. То есть большая часть денег, которая в космонавтике крутится, она уже не государственная. Это открытие для меня. Примерно 100 миллиардов из них это спутниковое телевидение. Все очень просто. Там стоит тарелочка на балконе, платишь какую-то абонентскую плату, все, ты уже вносишь вклад в развитие частной космонавтики во всем мире. Но таких людей много, пользователей спутникового телевидения и другой связи, и это уже значительная доля. Спутниковая съемка точно так же, те же самые Google карты, Яндекс карты. За это мы просмотром своей рекламы, соответственно, рекламодатели в Google и в Яндексе оплатили покупку этих карт, фотографий из космоса, тех, кто создает космические аппараты. То есть, опять, мы, пользователи простые, способствуем развитию космонавтики, пусть в таком виде. И этот рынок растет. Рынок телекоммуникации намного больше, чем рынок спутниковой съемки. Но так или иначе, пользой от космоса человечество с каждым годом получает все больше. И это не какая-то гипотетическая польза, там, красивые фотографии в интернете, а реальная польза, за которую люди готовы платить реальные деньги. Ну, спутники спутниками, телевизор смотрит все. Это понятно. А как насчет космического туризма? Вот, кажется, из вашей статьи, цитата, «Роскосмос пытается спасти ситуацию при помощи запуска туристов из Арабских Эмиратов или Турции. Усердие его главы Дмитрия Рогозина в продвижении этой услуги на международной арене заслуживает уважения, но эти успехи не способны закрыть даже на четверть открывающуюся после ухода американцев финансовую дыру». А насколько перспективен космический туризм? Это все-таки такой государственный туризм, там тоже доля политики в этом есть. А реальный туризм, да, на сегодня были туристы, было совершено 8 полетов на Международную космическую станцию, причем один турист летал дважды, поэтому 7 туристов, 8 полетов. Летали ракетами Роскосмоса, кораблями Роскосмоса, и на сегодня самое большое значение в развитии мирового космического туризма сделал именно Роскосмос. То есть на сегодня в доле мировой космического рынка туризм занимает очень малую часть. Есть частные проекты, американские, один российский, которые предполагают другой вид туризма, если вот то, о чем мы говорили, это отправка человека на станцию, он летит, проводит на станции несколько дней, возвращается обратно. Есть другой туризм. По сути, космос это то, что пространство над Землей выше 100 километров. То есть нам не обязательно, чтобы стать туристом или даже попасть в Википедии в список людей, совершивших космический полет. Нам не обязательно лететь, нам даже повторять подвиг Гагарина, не обязательно лететь на Международную космическую станцию. Достаточно подпрыгнуть до высоты 100 километров и 1 метр, все, мы уже в космосе, мы совершили космический полет, хоть и достаточно скоротечно. И вот компании, которые готовятся предлагать такие услуги, они есть, они уже близки к тому, чтобы предложить. В общем-то, испытательные пуски уже были совершены. И я надеялся, что в этом году совершатся первые туристические полеты такого плана. Но, видимо, планы будут изменены, отсрочены по известной причине, которая, в общем-то, сейчас меняет планы у всех во всем мире. Да, давайте поговорим о ней, конечно. Шкак земной коронавирус повлиял на космические, вообще на космические программы, и на путешествия, и на всю космическую индустрию. Отмены, переносы просто пошли сплошным чередом. Закрываются производства, цеха, люди уходят на удаленку, если там работают в КБ. Вот сейчас, сегодняшняя новость, отменили, точнее, не отменили, отправили, по сути, межпланетные космические аппараты, которые летают вокруг Марса, их отправили на карантин. Как это? Ну, их оставили в спящем режиме, а люди, которые сопровождали их полет на Земле, остаются дома, и не просто они работают из дома. Ну, я из дома поуправляю марсоходом, нет, такого не будет. И люди просто находятся на карантине, а аппараты там летают сами по себе в спящем режиме. Можно предположить, вот хотя бы как-то широкими мазками, какой урон нанесет вся эта ситуация с коронавирусом космической индустрии? Мы откатимся, я не знаю, там, на 10 лет назад, все самые крупные проекты будут отменены. Насколько все перспективно плохо? Да, если говорить про Марс, мы откатимся на 2 года, потому что пуск на Марс возможен с периодичностью в 2 года, и если мы не запустим в этом июле, только через 2 года. Почему? Потому что он как-то так повернут к нам? Ну, потому что у нас время, оборот Земли вокруг Солнца год, движение Марса практически 2 земных года, и мы встречаемся просто в удобное место, в удобное расположение наших планет для старта с Земли на Марс. Оно раз в 2 года происходит, со сдвигом на пару месяцев, и если нет, то потом. Остальные проекты тоже сдвигаются, но, как правило, вообще переносы сроков в космонавтике дело такое, дело привычное. Есть вот, например, американцы строят колоссальный проект телескоп Джеймса Веба, и там переносы стали уже поводом для шуток всех подряд. То есть, каждые 3 года проект телескопа Джеймса Веба переносится 3 года, и это длится уже лет 10, наверное, если не больше. И им такие, ну, мы еще, они вот сейчас ушли как раз в отпуск вынужденный, ну, перенесут еще. То есть, в этом плане, хотя в этом году очень много было интересных запусков, и пилотируемый корабль американский должен полететь, может быть, даже 2 разных, там, Dragon и Starliner. Например, в Китае предполагался и запуск на Марс, и запуск на Луну с возвращением грунта, испытание 2 нового космического корабля. То есть, очень много в этом году именно, и туристические те же самые полеты, очень много было интересного ожидалось в этом году, и, видимо, очень многое уйдет на следующий год, и это в лучшем случае, потому что, кто его знает, сколько все это продлится. Я знаю, что тема Марса вас особенно интересует, потому что вы увлеклись, скажем так, космической тематикой после приземления марсохода Curiosity. Посадки. Приземление предполагает Землю, да. Да, это был 2011, кажется. В 2011 он полетел на Марс, а в 2012 долетел. Только долетел, да, далеко было. Вот объясните мне, пожалуйста, такой, наверное, вопрос примитивный, а зачем нам Марс? Что они, вот вы говорили, китайцы сейчас отправляют, еще, да, американцы. Что мы там хотим найти? Жизнь? Здесь про жизнь есть, продолжаются поиски, но уже, в общем-то, можно понять, что никаких древних египтян или марсиан, которые бы строили пирамиды, там нет и никогда не было. Многие ученые сохраняют надежду, что найдут либо остатки одноклеточных марсиан, либо самих одноклеточных марсиан, ну просто микробы местные. Ну тут тоже есть доля скепсиса, потому что, ну если бы они там существовали несколько миллиардов лет, ну какие-то следы, то есть в любой подмосковный карьер можно сходить и найти там ракушки, там многоклеточные даже зубы акул можно найти в Московской области, в овраге. Жизнью наполнена не только верхняя часть, поверхность, но и в глубину следы этой жизни уходят надалеко, если эта жизнь существовала на этой планете достаточно длительное время. Там этого мы, марсоходы, уже прошли метра, километров 70, наверное, по Марсу в разных местах, куда их отправляли в наиболее интересные места, где видны там следы рек или озер, то есть в тем местах, где наиболее перспективны для жизни. И в общем ничего существенного. Иногда встречается, что там то следы грибов нашли, то бактерий, то кто-то там вообще статуи разбитые древней цивилизации находит по фотографиям. Пока это недостаточно убедительно. И вот таких следов, чтобы можно было уверенно сказать, что вот тут была жизнь, что эти следы оставила жизнь, мы пока не можем. Тогда зачем? Тогда он просто интереснее. Он очень похож на Землю, и в этом вызывает большой интерес. Луна, она меньше похожа на Землю, потому что там и черное небо, отсутствие атмосферы, серый грунт, не сильно похожий на то, что есть. А Марс очень большое внимание уделяется отчасти по культурным причинам, потому что весь 20 век люди ждали марсиан. И были выделены реально огромные деньги на изучение Марса, на новые марсоходы, на поиски марсианской жизни, на исследование воды, спутники. И отчасти вот это исследование Марса, оно идет таким по инерции оттуда. И ученые, которые его изучают, по-прежнему говорят, что вот если мы не нашли на поверхности марсианскую жизнь, а вот дайте нам денег еще миллиард, чтобы мы пробурили его на 2 метра и там поищем. Нашли зубоков. Вот как раз Экзомарс и должен был этим заниматься. Ждем, ждем, когда полетит и посмотрим, что найдет. Долетит там через полгода или чуть больше. Ну и вопросы, наверное, которые задавали вам часто по поводу жизни в космосе. Понятно, что мы ее, так сказать, найти не смогли. Но вы вообще верите в то, что инопланетяне, какая-то жизнь, не знаю, разумная или неразумная, существует? Ну, между как раз разумной и неразумной жизнью разница и расстояние примерно такое же, как между жизнью и нежизнью. То есть в этом плане найти микроба еще не значит, что найти инопланетяну. Найти бактерию это уже ближе. Найти бактерию, да, но дождаться, чтобы она не просто эволюционировала в многоклеточную, а еще в многоклеточную, способную запускать ракеты, это гораздо сложнее. Или там передавать сигналы в радиодиапазоне, как вот проект Сети ищет. Это все-таки намного сложнее. По поводу именно жизни, я не сомневаюсь, что она есть. Отчасти, потому что есть мы. Мы появились в этой вселенной, мы подчиняемся и наша биология, физиология, физика полностью подчиняются физике этой вселенной. Во вселенной огромное количество звезд, огромное количество планет. Почти у каждой звезды есть планета, и, скорее всего, не одна. И где-то условия вполне довольно пригодны для того, чтобы повторить тот процесс, который произошел на Земле. Это с одной стороны. С другой стороны, мы можем, опять-таки, прожить на Марсе. Правильный ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, это теперь есть. Она прилетела на наших марсоходах. И если марсоходы, да, действительно, их стараются стерилизовать, их собирают в защищенной атмосфере, в защищенных боксах, отдельно там стараются спиртиком протереть, чтобы ничего на них не осталось, никого на них не осталось, все равно долетают. Все равно мы знаем практически точно, что был процесс загрязнения земными микроорганизмами марсоходов, которые туда улетели. И сомневаться о том, что эти микроорганизмы выжили, тоже можно не сомневаться, потому что мы знаем, проводились эксперименты на Международной космической станции, которые показали, что бактерии не только могут выживать в космосе, но они могут там жить, питаться на обшивке космического корабля выхлопами его топлива, или космической станции, которая длительное время летает в космосе. И вот буквально совсем недавно результат исследования, российского, кстати, я подчеркну, российский эксперимент-тест проводили специалисты Института медико-биологических проблем, в Москве он находится, и оказалось, что станция с внешней стороны загрязнена бактериями, которые туда никто не возил. То есть мы можем примерно представлять, какие бактерии находятся внутри, потому что все это, конечно, изучается, какие бактерии находятся на человеке, когда он туда-сюда летает. Но там нашли не просто бактерии, но нашли бактерии условно на лобовом стекле. Мы когда на станцию смотрим, она вся такая, конструкции в разные стороны, но у нее есть перед, которым она летит по орбите. И вот на этой передней части нашли бактерии, которые находятся в морях, в Баренцевом море, например, это полярное море, оттуда на МКС никто не летает, и ракеты оттуда не запускают. А бактерии оттуда есть. Они поднялись в космос сами. Вот это одно из важнейших открытий, в общем-то, на Международной космической станции. Земная жизнь, микроорганическая, микроскопическая, способна летать в космос без ракет. Ну и дальше продолжаем результат этого. Микробная жизнь способна выживать в открытом космосе. Микробная жизнь способна подниматься в открытый космос. И у нас есть вполне понятный, вполне известный механизм, который разносит, способен разнести эту жизнь, как минимум, по Солнечной системе. То есть, можно ли, и до нас тоже долетела когда-то давным-давно? Даже если она и когда-то долетела до нас и засорила Землю жизнью, сейчас главный источник, или как минимум один из главных источников жизни, способный рассеивать ее по всей Солнечной системе, это именно Земля. А совсем недавно открыли межзвездные астероиды и кометы. То есть, у нас есть кометы, которые также обращаются вокруг Солнца, время от времени пролетают где-то рядом с Землей, или хотя бы Земля пролетает через остатки ее хвоста, то, что мы называем метеорный дождь, когда там персеиды у нас, звезды падают. Те, которые не падают, но пролетают близко с Землей, они однозначно собирают этих микробов и однозначно дальше улетают по всей Солнечной системе. Поэтому, когда мы найдем марсиан, европеан, не европейцев, а жителей на спутнике Юпитера Европы, инцеладиан или титаниан, следующее, что придется ученым доказывать, что они местные, а не то, что они прилетели с Земли. И межзвездные, то же самое. Межзвездные астероиды, межзвездные кометы, мы знаем, что они уже есть. Их нашли первые, а явно они не появились новые, они летали всегда. Просто мы их начали сейчас, благодаря развитию астрономической техники, находить. Значит, есть все механизмы, что Земля распространяет жизнь микробную вокруг себя не просто в Солнечной системе, а вообще в нашей галактике. Солнечная система совершает оборот вокруг центра галактики за примерно 230 миллионов лет, за 3 миллиарда существования лет жизни. Мы несколько раз совершили этот оборот, несколько раз оставили после себя шлейф жизни, который вполне мог выпасть на какие-то другие планеты, на у других звезд и дать основания для новой жизни земной. То есть мы колонизируем галактику, это уже несколько миллиардов лет, даже не занимаясь этим, не изобретя сверхсветового двигателя, как нам писали фантасты середины 20-х годов. Мы заразили жизнью уж точно какую-то часть галактики. Да. Сами в масках ходим, но при этом уже отметились, начихали на всю галактику. Главное, чтобы без коронавируса это было. А есть ли хотя бы теоретически возможность того, что жизнь существует в Солнечной системе? Мы же не на всех планетах были. Есть места, где условия вполне соответствуют тому, которые пригодны для жизни. Есть, ну, во-первых, если мы говорим, что жизнь живет на внешней части Международной космической станции, точно так же она может находиться на любом астероиде. Но, скорее всего, это не так. Все-таки там воздействие достаточно серьезное, и она будет где-то в более благоприятных местах. Ближайшее место, это, конечно, Марс. Не весь Марс, но там есть места, где иногда в течение времени года, и каждый год это повторяется, грунт становится сырым. То есть там есть жидкая вода, не очень длительное время, там несколько месяцев в году, может быть, даже несколько недель в году. Не то, чтобы прямо она течет ручьями, но сырой грунт появляется, это вполне местопригодное. То есть какие-нибудь земные экстремофилы из какой-нибудь Чукотки или из Антарктиды вполне там могут жить. Следующее место за Марсом, это Европа, это спутник Юпитера. Снаружи он не очень пригоден для жизни, это полностью ледяная кора, толщиной около 20 километров, и там очень жесткая радиация, он вращается вокруг Юпитера в радиационном поясе Юпитера. Магнитное поле Юпитера собирает заряженные частицы в этом поясе, и там же вращается Европа, что, в общем, не способствует жизни на поверхности. Но подо льдом есть внутренние источники тепла, внутренние вулканы, то, что черными курильщиками на земле называется, и там жидкая вода. Какое неромантичное название. Там жидкой воды больше, чем жидкой воды на земле. Она теплая, она жидкая, и там есть все химические элементы, необходимые для жизни. Единственное, что не хватает, солнечного света. Но на черных курильщиках подводных, земных, тоже солнечный свет не достает, там несколько километров воды. И там абсолютная темнота, но при этом тепло, химические элементы, все необходимое для жизни, и там есть жизнь. Ну, понятно, это земная. На Европе есть все условия для этого. И долгое время ученые не знали, как до нее добраться, как заглянуть туда. Все-таки 20 километров льда, это даже для земли сложно пробурить. Хотя на станции Восток 3-4 километра пробурили, ну, это заняло 20 лет. Сейчас 20 километров на другой планете довольно сложная задача. И не понимали, предлагали там идеи положить ядерный реактор на лед, чтобы он там протопил лунку, и потом туда подводную лодку на проводе запустить. Предлагалась идея просто с большой скоростью ударить космический аппарат, ударопрочный, чтобы он внедрился на какую-то глубину. Но все это не то. А сейчас оказалось, что там трещины есть. Иногда через эти трещины вырывается вода в космическое пространство. И сейчас уже НАСА, американское космическое агентство, готовит космический аппарат, который будет просто летать где-то в окрестностях, ждать очередного выброса этой воды и пролетит там, условно, со стаканом, сколько-то соберет и уже исследует, что там. Вряд ли он таким образом европеянскую рыбу поймает, но какие-то следы жизнедеятельности этой рыбы он определить уже сможет, если они там есть. Следующий объект похожего плана, только меньшим размером, это Энцелад. Это спутник Сатурна уже. У него с трещинами все гораздо интереснее. Там просто в постоянном режиме вода хлещет из-под ледного океана с объемом порядка 200 килограмм воды в сутки она выбрасывает. Какой-то гейзер прям. Да, там даже целая цепочка и долина гейзеров. Даже несколько долин гейзеров. Такая маленькая Исландия близ Сатурна. Да, Исландия или там Камчатка. Но и в постоянном режиме. Просто на него иногда смотришь, как будто это такой шар с ракетным двигателем, у которого просто из сопла хлещет газ. Но на его орбиту это не влияет заметным образом. Но выбросы постоянно идут. То есть лети, собирай воду. Кстати, Юрий Мильнер предполагал и туда запустить космический аппарат, как раз в надежде там найти жизнь. Неразумную, наверное. То есть на сегодня мы можем говорить, что в принципе подобные условия, где есть подо льдом жидкая вода, даже на Плутоне есть. Скорее всего. Или когда-то была... То есть и там можно искать, но если мы не найдем во всех предыдущих местах. А если дальше, то мы можем там уже либо условия, опять-таки, состав атмосферы посмотреть. Ну мы знаем, что у других звезд есть планеты. Не все еще нашли, но сейчас методы опять-таки развиваются. И с новыми телескопами мы можем уже гораздо точнее говорить и о составе атмосферы. Вот сейчас там уже можно определить содержимое паров воды. То есть опять-таки мы можем говорить об условиях. Учитывая плотность атмосферы, учитывая расстояние до Солнца, до их звезды и понимая там, сколько они энергии получают, мы можем уже говорить, что на этой планете условия для жизни более пригодны, на этой менее пригодны. Понятно, мы не сможем туда со стаканом воды и с микроскопом слетать в обозримое время, но говорить о таких вещах, что здесь есть условия, здесь нет условий, можно уже либо сейчас, либо в ближайшие годы возможности вырастут в этом. Теоретизировать, да. Вода и жизнь, в общем, довольно связанные понятия. В одном из ваших интервью вы тоже сказали, что мне запомнилась эта фраза, что вообще почти нет ни одного объекта в космосе, где бы не было воды. Ну а что же тогда, сколько это, лет 10 назад было, когда на Марсе обнаружили воду, это была суперновость, вод, доказательство там существования, фактические доказательства существования жизни. Это что, новость такая, что везде есть вода? Про воду на Марсе, на том числе, предполагали давно. То есть даже если там открыть большую советскую энциклопедию, там, времен 70-х годов, в статье про Марс можно найти запись, что вот, вероятно, марсианские полярные шапки имеют двойной состав, там есть водяной лед, есть углекислотный лед. Но это была гипотеза. Ученые предполагали, имели определенные аргументы в пользу этого, но вот так потрогать возможности не было. Видели, что на Марсе были раньше реки, были озера, даже сейчас есть гипотеза, что целый океан был, и даже он, вероятно, не полностью испарился, он просто замерз, и вот эти льды, расположенные на огромной площади, просто присыпаны песком, но они по-прежнему там лежат. Но это было предположение. В 2008 году запустили как раз космический аппарат Феникс, он сел поближе к полюсу, копнул грунт, и там вот нашел, по сути, потрогал водяной лед на Марсе. Это, конечно, было открытием, похожую эволюцию ожиданий, прошла и Луна. Во времена, когда туда людей запускали, или луноходы советские, там не ожидали найти воду, и никто всерьез не предполагал, что она там будет, потому что считалось, ну, вакуум вокруг, постоянное облучение солнцем, ну, и эволюция возникновения Луны предполагает, что было, там, плавление, по сути, в жидком камне не так много жидкой воды, или там даже в парообразной. То есть считалось, что вода с Луны ушла вся на заре ее формирования. И там, ну, предполагали, что, да, кометы могут падать, кометы могут оставлять лед, вот это он предполагал и все. Потом оказалось, что в грунте все-таки чуть-чуть там, до одного процента все-таки вода находится. Но этому мало верили. Потом уже в 90-е годы запустили новые спутники с новыми детекторами, которые показали, что у полюсов Луны вода все-таки есть в грунте. Запустили новые аппараты, точно так же они показали, что, да, вероятно, есть, разными методами перепроверили это. Там есть трактовки некоторые, но в целом понимание того, что она там есть, остаются. И сейчас следующий этап, от которого, в общем-то, мы ждали в этом году, в прошлом, точнее, посадка в приполярной области, чтобы эту, опять-таки, грунт этот копнуть и найти в нем этот водяной лед. Индийцы первые предприняли эту попытку, разбился их аппарат, к сожалению. Следующая попытка, наверное, будет все-таки российская, Луна-25. Сегодня она, обещали ее к 21-му году запустить, но, опять-таки, учитывая последние события, вероятно, будет сдвиг дальше, но, в ближайшие 2-3 года я все-таки жду очень сильно этот аппарат, хотя, в общем, если поднять исторически, его обещали запустить еще в 2013 году или даже раньше, сейчас ждем к 23-му году. Ну, может быть, раньше все-таки будет. Задача его та же самая, найти, копнуть вот этот грунт. Это будет сенсация, конечно, хотя на сегодня практически никто не сомневается, что на Луне, в приполярных областях, в грунте все-таки вода есть. С Меркурием точно так же было. Туда еще пока никто не садился, никто не щупал эту воду, но есть достаточно объективные результаты, которые можно трактовать однозначно, что в приполярье, на Меркурии, ближайшем к Солнцу, космическом теле, Солнечной системы, тоже есть вода. Водяной лед. Как насчет жизни разумной? Столько лет мы ищем, может быть, нас кто-то ищет, почему нет ни одного сигнала, почему мы ничего не знаем о существах, хотя бы есть на этот счет шутливые трактовки, там, мол, именно потому, что они разумные, и поэтому они не выходят на связь. Логично. Есть одна гипотеза, которая называет гипотеза зоопарка, мне она нравится, ну, я всерьез ее не воспринимаю, но мне она нравится, о том, что где-то на задворках Солнечной системы стоит знак для инопланетян, что мы за ограду не перешагивать, с рук не кормить, значит, там, будто вкусных, вкусняшек через забор не перебрасывать, пусть живут сами, как знают, как могут. Но, скорее всего, это не так, скорее всего, как минимум, в нашей галактике мы единственный разум, даже если жизнь где-то есть еще, не обязательно мы единственные, может быть, мы просто первые. Это довольно такая самонадеянная оценка, но действительно мы, может быть, просто первые, кто появился, может быть, где-то другие, но они там еще с палками-копалками за своими динозаврами бегают или за мамонтами, ну, то есть, у них эволюция течет своим путем, и они когда-нибудь придут к разуму, придут к передаче данных по радио. Начнут видеть и налог. да, может быть, даже земное к тому времени, когда мы научимся туда летать. То есть, в данном случае я предлагаю готовиться не к тому, что мы одни, как это такой грустный вывод, а к тому, что мы первые, и, в общем-то, кто кроме нас, как у десантников, есть такой девиз, и здесь не надо комплексовать по поводу того, что, ну, вот, кругом нет никаких страдать от одиночества, нужно им наслаждаться, нужно свое одиночество распространять на все планеты, и тогда мы уже будем не столь одиноки. Да, вот мы это и делаем шлейфом-то. Да, ну, хотелось бы все-таки, чтобы мы про разум уже говорили, разумный, действительно, да. Первый шаг это Марс, ну, там тоже, конечно, есть проблемы, и не скоро мы-то, наверное, можем, в лучшем случае, доживем до первой пилотируемой экспедиции туда, так, чтобы там колонию построить, реформировать его, это дело будущего, но, в целом, здесь такой подход, мой лично, если во вселенной никого, кроме нас, нет, значит, вся она наша. Не такой уж и грустный вывод, раньше считалось, там, есть такие высказывания, по-моему, Артура Кларка, если не ошибаюсь, мы либо одни, либо не одни, и то, и другое пугает. Нет, почему, если мы одни, это должно вдохновлять, если мы не одни, тоже должно вдохновлять. Если мы одни, мы первые. Да, мы первые, и наша обязанность заселить, освоить, развиваться дальше, и помочь другим, если они еще до этого не дошли. Ну, это такие уже больше взгляды стругацких. Просвещать вселенную. По поводу вот этой теории с зоопарком, мне очень понравилось, была одна серия, мультики «Южный парк», не знаю, смотрели вы когда-нибудь или нет. ТВ-шоу «Землян», наверное. Да, именно, что вся наша планета, да, это реалити-шоу для инопланетян. Ну да, здесь, мне кажется, мы по поводу инопланетян и всего остального, если вы что-то видите в космосе, даже в небе, и не понимаете, что это, не значит, что это инопланетяне. Все-таки, есть много объяснений, даже иногда астрономы видят такое, что не могут объяснить, но это не значит, что это находится за пределами науки. Это относится лишь к какому-то конкретному астроному. Я рассказывал, один астроном видел, не понимал, а потом понял, что это китайские фонарики. Так что, всякое может быть. Не все НЛО китайские фонарики, я подчеркну, но ни одно НЛО, это не опознанный летающий объект. И они существуют. НЛО существует, но не все они инопланетяне. Да, ну пока нет ни одного, ни одного, ни одного реального научного результата, говорящего о том, что какое-либо из НЛО можно отнести к реальным инопланетянам. Никаких реальных проявлений ни на Земле, ни в Солнечной системе, ни в окрестной галактике именно разума во Вселенной мы не видим. То есть, ни какие там варп-двигатели, то есть, они бы все равно давали какой-то выхлоп, они бы все равно как-то себя проявляли. Но все, что мы на сегодня видим, есть вполне естественное объяснение с математическими моделями, с физическими законами, которые все это объясняют. Есть вещи, которые наука не может объяснить, но маловероятно, что эти вещи относятся именно к инопланетянам. Так что пока, к сожалению, вся обозримая Вселенная говорит о том, что мы как минимум разумные, мы все-таки одни. От такой несколько нереалистичной тематики давайте к реализму, к Луне. Она близка, мы знаем ее чуть ли не вплоть до каждого там кратера, эти карты подробные есть. Но последние года, наверное, четыре, наблюдается такой ажиотаж. У меня коллеги делали фильм, который назывался «Зачем Земле Луна?» Так вот, зачем нам, землянам, Луна? Почему китайцы, американцы хотят там, я не знаю, что они там хотят строить? Зачем они туда постоянно летают? Китайцы объявляют уже, по-моему, четвертую или пятую, что ли, лунную программу? Пятую. Пятую. Ну, программа одна, пятая и запуск. Чего они там хотят найти? Что мы там не знаем? Ну, надо все-таки отличать вопрос, зачем Земле Луна и зачем Земле лунная космонавтика или исследование Луны. Все-таки это разные вещи. Давайте начнем сначала с лунной космонавтики, а потом перейдем конкретно к значимости Луны. Зачем? Это, в общем-то, по-прежнему идеология. В Америке одна, в Китае другая. Китай на сегодня является развивающейся, такой уже сверхдержавой, так или иначе, она обладает влиянием на весь мир экономическим. И Китай, точнее, космос является для Китая таким выражением государственной идеологии. То есть они тоже понимают, что они в космонавтике догоняющие, но они уже близки к лидерам, к России, как наследнику Советского Союза, к Америке. И сейчас их задача преодолеть, показать, что мы не догоняем, а мы уже как минимум равны лидерам, встать на один пьедестал, на котором сейчас двое стоят, занять рядом место. И уже не третье, а именно, что на третье первое место занять. И для них это такое выражение национальной идеи, что вот мы такие осваиваем Землю, и мы осваиваем космос. Научные задачи, конечно, они тоже решают. Они действительно первыми смогли совершить посадку на обратную сторону Луны, высадить луноходик небольшой, сейчас он до сих пор работает, уже больше года. В этом плане они уже действительно, на обратной стороне Луны посадку они сделали первой. То есть они уже из догоняющих вышли в лидирующие. Теперь они вот Марс готовят, марсоход свой готовят, околомарсианский спутник тоже готовят. Надеюсь, этим летом он полетит. То есть для них это продолжение вот этой идеи. Но они, конечно, делают науку. Индия запустила марсианский космический аппарат, он до сих пор там уже лет пять или больше даже работает, став первой страной, которая с первого раза дострелила до Марса и успешно. До этого первыми, ну только Европа была, европейцы запускали российской ракетой «Союз», они запустили аппарат «Марс-экспресс» в 2003 году. Но с первого раза вот так взять своей ракетой запустить космический аппарат к Марсу и чтобы все получилось. Не получалось ни у кого. У Советского Союза были аварии, у американцев были аварии, у японцев были аварии, а индийцы взяли и смогли. Для них это тоже часть идеологии, но уже другой. Для них это пропаганда образования, их страна находится в непростой экономической ситуации. И руководство объективно понимает, что развитие науки и техники внутри страны это один из способов решения этих проблем. И стимулом, мотивированием и, по сути, популяризацией науки и техники в принципе является космонавтика в том числе. И вот запуск на Марс стал для них таковым. Америка другая часть. Для них тоже космонавтика часть государственной идеологии. они уже проповедуют идею, что они, по сути, являются проводником человечества в космос, всего человечества. Это, в общем-то, с лунных миссий уже пошло. И это надо поддерживать. Ну и внутри страны есть большая-большая общественная поддержка исследованием межпланетного пространства. Там было даже году в 15-м, наверное, или даже чуть раньше был один аппарат марсоход Opportunity, который проработал больше 10 лет. И бюджетные органы сказали, слушайте, он уже там все изучил, что мог, у него уже рабочие приборы не работают. Он сам катается, фотокамеры работают, а научные приборы уже почти ничего не дают, никакой науки. Зачем он там нужен? Давайте его отключим просто. И просто поднялось колоссальное общественное движение, там письма своим сенаторам писали. Да вы как? Мы 10 лет за ним следили и просто взять его и бросить. То есть уже люди свыклись с ним как с питомцем со своим или там даже с коллегой. И не бросили. И вот пока он там его не добил, полярная, ой, не полярная, а марсианская буря полевая, так его и продолжали. Потому что народ это любит. Потому что народ американский любит американские марсоходы. И вот сейчас они это продолжают, новый марсоход запускают. А такой вопрос геополитического характера. А с точки зрения освоения и принадлежности территорий. Есть ли какая-то аналогия, точнее, возможно ли какая-то аналогия с мореходством? Вот там какой-нибудь Джеймс Кук приехал на Таити, поставил флаг британский, значит, все, это теперь территория Британии. То же самое с Луной. Куда прилетели китайцы, там теперь Китай, куда прилетели американцы, там теперь Америка. Или как вообще? Есть какие-то международные договоренности? Если уж проводить аналогию с морским правом, действительно, у космонавтики достаточно много параллелей. Но если сравнивать, наверное, по отношению к Земле, скорее, это ближе к Антарктиде. По сути, Антарктида ничья, но страны, которые занимаются, и в принципе, мировое сообщество, понимают, что рано или поздно делить придется. И есть некое понимание, такое, не прописанное в каких-то законах, но все понимают, что вероятно, так оно и будет. Кто приложил больше усилий к исследованию Антарктиды, у кого там больше научных станций, тому, вероятно, достанется и кусок ее. Чем больше кусок Антарктиды ему достанется. То есть, даже если у вас нет прямых границ, даже там через море с Антарктидой, но если там, как Россия, например, и исторически от Советского Союза вкладывалась в изучение Антарктиды, продолжает это делать, то, вероятно, какое-то право, когда начнется этот раздел, она будет иметь и она сможет предъявить. У нее будут основания сказать, что вот дайте нам кусок, мы немало постарались. Может быть, когда-нибудь то же самое будет и с Луной. Но на сегодня, если ты флаг поставил, флаг твой. А вот даже пятачок под флагом, пятачок грунта лунного под этим флагом не будет твоим. То есть, Луна по-прежнему ничья. И этим правом даже пытались воспользоваться ребята, которые эти сертификаты о куске Луны продают, участки на Луне продают, но никакого реального права они не имеют. Этот просто инициатор этого проекта, он просто пользуется какими-то там пробелами в американском законодательстве, которые ему позволяют сказать, что если это ничье, то я могу сказать, что это мое. На мировом уровне это ничего не работает и сегодня по-прежнему никакой камень. Даже тот лунный грунт, который американцы привезли с Луны, он по сути американским не является. Он является достоянием мирового сообщества. Ну, по сути, они как бы просто говорят, мы его просто храним. Просто храним у нас, но если он вам нужен, вы можете написать заявочку, у них на сайте есть это, и можно действительно для исследований получить свой кусок Луны. Но на время. То есть, поизучать и вернуть обратно на хранение, не владельцу. в лизинг, так скажем. По поводу конспирологических теорий. Вы как популяризатор науки, не можете, мне кажется, пройти мимо всяких интересных... Да, я постоянно с ними общаюсь. Ну, во-первых, мне очень интересно, чтобы вы привели какой-нибудь пример безумной, самой безумной конспирологической теории, но сначала я где-то читал, что есть такая гипотеза, что Луну осваивают из-за ресурсов, якобы там содержится какое-то уникальное вещество, которого нету на Земле, и вот кто его, собственно, будет им владеть, тот и будет управлять дальше Землей. Что, о чем идет речь и вообще на сколько это? Об этом говорят, есть такой изотоп гелий-3, который является таким перспективным топливом для термоядерного реактора. То есть, на сегодня у нас нет термоядерных реакторов, имеющих положительное энерговыделение, то есть, нам для того, чтобы инициировать термоядерную реакцию, по-прежнему надо потратить энергии больше, чем мы получим в результате этой реакции. Но есть понимание того, что при определенных условиях, при определенном развитии науки и техники мы достигнем такого уровня, когда получим чистый, безопасный источник энергии, который обеспечит практически всю планету. И если там есть диетерий-3-евая реакция, а есть на основе гелия-3, диетерий-3-евая на порядке проще и легче в достижении. Сегодняшний, например, проект ИТЭР, он предполагает именно эту реакцию и будет пытаться извлекать энергию именно вот из этого, из этих соединений. Гелия-3 это более сложный, более далекий, но на перспективу понятно, что да, из него что-то можно извлечь. Изотоп гелия-3 на сегодня применяется в основном в науке, на него есть определенный спрос, рыночная стоимость где-то 30 тысяч долларов за литр, может быть, даже сейчас уже больше, цена постепенно растет. И действительно, благодаря, он является компонентом солнечного ветра, солнце на земле поглощается атмосферой, его выделить достаточно сложно, на луне же все это накопится в грунте и верхний слой грунта, там несколько сантиметров, действительно богат, ну, относительно богат, там, чтобы добыть один килограмм этого гелия-3, нужно 100 тысяч тонн грунта лунного перекопать все-таки. Но это по земным меркам это богатые залежи, может быть, где-то их там даже побольше будет. Но проблема именно, его там действительно больше, но проблема даже не в том, что мы пока не освоили нужную термоядерную реакцию, проблема лунной промышленности, а проблема в том, что он есть на земле. Он есть не только вот в атмосфере растворен прилетевший солнце, он есть в природном газе в очень незначительных количествах, но, насколько я знаю, была новость где-то года два назад, что Газпром уже рассмотрит технологии извлечения из природного газа гелия-3. И он, скорее всего, будет более рентабелен. Мне встречалась информация, что добыча гелия-3 из земного газа будет рентабельна при цене где-то 100 тысяч долларов за литр. То есть, мы сейчас 30 тысяч к 100 тысячам постепенно пододвигаемся, и когда-то его просто начнут добывать на земле. А в том, чтобы он понадобился в промышленных масштабах и много, и по всей земле, это очень долго ждать, но, в принципе, когда-нибудь это задача даже не сегодняшнего столетия. Но быстрее, чем с Луной, так сказать. Я говорю, что именно добыча на Луне может быть действительно когда-нибудь тоже появится, потому что на Земле этот газ тоже кончается. И когда либо гелия-3 земной кончится на Земле, либо когда потребности в гелия-3 станут превышать добычу на Земле, тогда нам понадобится Луна, но это вот задача в лучшем случае 200-300 лет. Не сейчас. Заканчивая тему с Луной, еще в 15-м году газета «Коммерсант» писала о вас. Блогер Виталий Егоров, пишущий о космонавтике, решил узнать, действительно ли американцы были на Луне. Для этого он решил создать микроспутник весом не более 50 килограммов. По замыслу блогера аппарат должен был выйти на орбиту Луны и сфотографировать все, что осталось от миссии Аполлон. Получилось? Мы работаем над этим. Во-первых, те деньги, которые мы собрали, полтора миллиона рублей, у нас там команда людей в этом участвует, недостаточно для строительства спутника. И мы собирали не собственно на спутник, мы собирали на техническое описание, то есть проработку технического проекта, который покажет, что вот такой спутник с таким составом оборудования, с таким телескопом, с таким двигателем сможет долететь до Луны и сделать необходимые снимки. То есть над этим текстом, над этим документом по сути мы сейчас работаем и большая часть денег предполагается, мы просто отнесем в Институт Роскосмоса, который занимается экспертизой подобных проектов, чтобы он проверил нас, насколько наш проект действительно соответствует научности, техничности и все у нас посчитано. И эти деньги мы по сути заплатим российским инженерам Роскосмоса, которые проверят нас, не меня лично, а тех ребят, которые инженеры группы, кто занимается именно технической частью этого проекта, в том, что все действительно сойдется и что это действительно может полететь и может сделать то, что нужно. То есть эта работа продолжается, но есть проблема в том, что денег действительно на то, чтобы построить космический аппарат и запустить его, даже если мы не будем пользоваться своей ракетой и где-то попутно полетим, все равно прилично. И мы просто пришли к пониманию того, что ну просто так никто нам не даст достаточно большую сумму денег, чтобы мы вот реализовали этот проект, просто чтобы сфотографировать следы американцев. Сам-то я не сомневаюсь, что они там есть, но вот сфотографировать это не бизнесовая задача. То есть нам либо нужен Мильнер Юрий, который даст нам даже там не 100 миллионов, как он дал на поиски инопланетяна, в 10 раз меньше, но все равно это существенная сумма. Либо второй вариант предложить уже какое-то бизнес решение. То есть мы не... Туристов погонять, посмотреть. Я называю, что провожу аналогию вот с этим спутником, не то, что... Это такое тоже отчасти туризм, но не тогда, когда вы летите пофотографировать пирамиды, а вы запускаете свою фотокамеру, чтобы она пофотографировала пирамиды, а вы потом просто поделились этим фоточками в соцсетях. Смотрите, в условиях самоизоляции сколько сейчас, да? А туров, например, видео по музеям, вот, пожалуйста. Да-да-да, то есть а это чуть-чуть дальше. Вот у нас такая самоизоляция на земле, давайте сделаем виртуальный тур на Луну. В принципе, есть понимание, как из этого сделать бизнес, по крайней мере, как приблизиться создать бизнес, услугу, которая... Это не продажа фотографий Луны, их, в общем-то, и без нас хватает. Но понимание того, что вот тот аппарат, который мы разработали, он пригоден не только для задачи, чтобы там разоблачить или не разоблачить американцев. По сути, это малая межпланетная платформа, которую можно запускать и к Марсу, и к Венере, и к Луне, то есть в окрестной, в окрестном земле, межпланетном пространстве, и проводить исследовательские задачи, научные решать. То есть бизнеса мы вряд ли вот найдем здесь, но и на околоземной орбите он тоже сможет поработать, а здесь уже возможно вполне и бизнес-решение, вполне реальная польза, за которую люди будут готовы заплатить деньги. И мы сейчас, по сути, движемся параллельными путями. С одной стороны, завершаем вот эту работу именно над этим аппаратом и движемся на то, чтобы создать именно бизнес-приложения, которые можно предлагать не спонсорам и меценатам, а именно инвесторам, которые будут готовы вложиться в надежде, что потом они получат уже прибыль на этой деятельности. Ну что ж, заканчивая наше интервью, расскажите, пожалуйста, о других своих планах на ближайшее и не очень будущее. Чем вы занимаетесь сейчас? Что ждать людям, которые с удовольствием слушают ваши лекции, читают ваши книги? Ну, во-первых, в ближайшие месяцы книга должна выйти как раз про Луну, про американцев на Луне. Называться она будет «Люди на Луне». И они будут в книге разобраны популярные, более популярные вопросы с этой темой. Как преодолели космическую радиацию? Почему на снимках с Луны не видно звезд? Почему у них флаг раскачивается на съемке, когда они его устанавливают? И многое другое, о чем часто говорят. Почему они сейчас российские двигатели покупают? Где же их героические, те, которые на Луну летали? И многое другое. Все это последовательно с примерами, из примеров индийской космонавтики, кроме американской, у нас европейская, индийские, японские, китайские примеры, результаты их исследований есть. Все полностью перекрестно друг друга подтверждает. В этом плане никаких сомнений не остается, были или не были однозначно. Даже китайцы сфотографировали места посадок, и там эти модули американские стоят, как и полагается. Все это видно, даже следы, ну, очень слабо, но все-таки видны, по крайней мере. Наиболее вытоптанные участки местности, где они там оборудование научное ставили. Китайцы это рассмотрели, индийцы, японцы, все это сфотографировали. Так что в этом плане, то, что они там были, то, что это натоптали, сомнений нет. Но это была прям очень большая работа. Практически весь предыдущий год я этому посвятил. Вот надо было чуть-чуть отложить, когда коронавирус, когда отменились практически все лекции, на которые там уже были запланированы, или я рассчитывал. И сейчас, как и все, в общем-то, или многие уходят в онлайн, планируя видеоблогом заняться. Ну и у меня есть уже договор с другим издательством на новую книгу. Может быть, она будет про Луни или про Марс. Я как раз, с одной стороны, по Луне очень много материалов набрал, которые еще не вошли в эту книгу, но которыми хочется поделиться. С другой стороны, ну я так уже от этой темы устал за предыдущий год. Так что есть, куда чем заниматься, есть, куда развиваться. И карантин на это влияет, но не так, чтобы прям... Ну не как с Марсом. Просто переводит приоритеты на другую деятельность. Не как с программой Марс, не на два года назад. Ну что ж, спасибо большое. Это было замечательное интервью. Закончить его я бы хотел цитаты из одного из моих самых любимых писателей. Он к космосу не имеет отношения. Норвежский писатель Эрланд Лу как-то сказал, если космос располагает безграничным запасом времени, это не просто означает, что может произойти все, что угодно. Это означает, что все когда-нибудь действительно произойдет. Ну, будем приближать этот момент. Спасибо большое. А сегодня в гостях у программы «Час спик» был Виталий Егоров, блогер, журналист, писатель и популяризатор космонавтики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова